Это было десятилетие нищеты, шальных денег, разгула криминала и сект, а у звезд казалось было все, яркая жизнь, слава, поклонники, незадерживающиеся в кармане купюры и нескончаемый драйв, часто не только от концертов. Иногда этого драйва становилось слишком много, а успех нередко оказывался шатким и быстропроходящим, тем более, что в те годы мало кто жил завтрашним днем, да и от того, чтобы выйти из дома и больше никогда не вернуться, как это часто случалось в 90-е, звезды тоже оказывались незастрахованными. Сергей Крутиков, он же Михей, создал проект Михея Джуманджи после ухода из группы Bad Balance. Первая сольная песня Михея «Сука, любовь» стала хитом, до сих пор артиста ассоциирует именно с ней. Одноименная пластинка вышла в 1999-м. Помимо заглавного трека, там есть популярный дуэт с Инной Стилл «Туда». Эту песню Инна написала в память о супруге, который погиб в ДТП. Михей успел выпустить только один альбом. Во время записи второго артист почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с инсультом в ночь 25 на 26 июня 2002 года. Реабилитация была тяжелой. Артист жаловался на боль в правой ноге из-за оторвавшегося тромба, но ему его не удалили. В конце августа звездного пациента выписали из клиники. 27 октября 2002 года навестить Михея пришли друзья. Однако в какой-то момент он почувствовал себя плохо и лег. Друзья уехали. В квартире остался старший брат Михея, который за ним присматривал. Когда Михей стал задыхаться, брат сделал ему искусственное дыхание, но это не помогло. Михей умер от острой сердечной недостаточности, вызванной оторвавшимся тромбом. Егор Клинаев. Молодой артист, известный по сериалам «Физруки улица». Он погиб в сентябре 2017 года, став жертвой массового ДТП. Егор ехал на машине и стал свидетелем аварии на дороге. Он решил помочь пострадавшим. Припарковал свой автомобиль и вышел на дорогу. В это время ехала другая машина, которая не заметила ДТП. Сбила трех человек и врезалась в соседний автомобиль. В числе пострадавших оказался Егор. Актер скончался на месте. Двое других были госпитализированы. Коллеги Клинаева по сериалам долго не могли оправиться от потери. А Дмитрий Нагиев даже назвал новость о смерти Егора своей личной трагедией. Роман англичанин. Белорусский музыкант и участник дуэта ЛСП. Его музыкальная карьера началась в 2012 году, когда Рома познакомился со своим коллегом-рэпером Олегом Савченко. Вскоре дуэт стал очень популярен как на родине, так и в России. Летом 2017 года стало известно о смерти англичанина. Поклонники в новость поверили не сразу, ведь и причина смерти, и сведения о похоронах артиста не раскрывались. Владислав Галкин. Владислав родился в актерской семье, поэтому его карьера в кино началась еще в детстве. В январе 2010 года Владислав был госпитализирован с обострившимся воспалением поджелудочной железы. В больнице актер провел две недели, а уже в феврале стало известно о смерти Галкина. Он перестал выходить на связь и не открыл дверь квартиры приехавшим туда друзьям. Официальной причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Говорят, она наступила за три дня до обнаружения тела Владислава. Отец покойного артиста считал, что его сына могли убить. Мол, тот за несколько дней до своей смерти снял крупную сумму денег в банке и хранил ее у себя дома. Пьер Нарцисс, известный со времен фабрики звезд, певец камерунского происхождения, умер 22 июня в Москве. Ему было 45 лет. Причиной смерти Пьера Нарцисса стали осложнения, вызванные старым заболеванием, редкой формой подагры. Из-за халатного отношения к здоровью и неправильному лечению у Пьера Нарцисса развилась острая почечная недостаточность и начались большие проблемы с поджелудочной железой. Автор хита 2000-х «Шоколадный заяц» был доставлен в больницу и экстренно прооперирован, но врачи не смогли спасти его. Юлия Началова занималась вокалом с двух лет под руководством своего отца, музыканта Виктора Началова. Свой первый альбом Юля записала, будучи школьницей, в 1995 году. Последний 2013-м. Несмотря на то, что у Началовой был сильный и красивый голос, по-настоящему популярной певицей ей не удалось стать. За всю карьеру в копилке Юли всего один хит, герой не моего романа, 1998 года. В марте 2019 года в СМИ проскочила информация, что Началова госпитализирована в тяжелом состоянии. У певицы были осложнения от подагры красной волчанки, она не один год ими страдала. Высокий уровень сахара, начинающийся гангрена ноги. Сначала была незначительная травма, певица лечилась самостоятельно. 16 марта Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.